Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram канал Amarkets с торговыми деньми, в котором каждый день мы также постим дополнительные аналитические контенты вам в помощь в принятии торговых решений. Сегодня на повестке экономического календаря практически нету каких-то значимых релизов, но единственное, что в 15.30 по GMT мы будем следить за данными по запасам нефти в США. Нефть нас интересует, мы долго ждали разворота по котировкам Brent, в принципе WTI показывают практически стопроцентную корреляцию с Brent и этот разворот произошел. Котировки Brent отступили от 80 долларов за баррель и сейчас уже в районе 84 долларов за баррель. Очень серьезная волатильность, по сути нефть летает по 5-10 процентов за очень короткие промежутки времени, поэтому наблюдая за такими движениями, просто хочется добавить, друзья, что обязательно контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. Это принципиальный момент, это всегда очень важно. И снова ремарка такая, если у вас есть пробелы с пониманием такого, что такое риск-менеджмент, вы всегда можете обратиться к вашим персональным менеджерам нашей компании Амаркетс и вам объяснять, что это за правила, как их соблюдать и в принципе почему они важны для трейдинга на финансовых рынках. По поводу нефтянки, какие факторы поддерживают Brent сейчас? Можно отметить, что это по-прежнему надежда на то, что Китай будет основным триггером роста спроса и я не сомневаюсь то, что Китай обеспечит больше 60 процентов показателя мирового спроса в этом году, учитывая, что границы открыты, антиковидные ограничения уже не действуют, да и в целом экономика начинает перезагружаться и демонстрировать признаки экономического восстановления. По поводу других факторов, это форс-мажор, связанный с землетрясением в Турции при установке работы ряда генетических терминалов и хабов. Сейчас, конечно же, это нагрузило проблему дефицита и нехватки предложения, которая, на мой взгляд, как проблема, она была актуальной ранее в свете эмбарго и ограничений на поставки российских углеводородов, ну и вкупе еще с введенными потолками цен, в том числе и на сырую нефть и нефтепродукты. Я думаю, что в таких условиях не поставить на рост нефтянки будет тотальным игнорированием фундаментального фона. Я обычно этим не занимаюсь, поэтому считаю, что при такой фундаментальной поддержке рынок нефти, конечно же, сможет и должен выйти на новые максимумы. Индекс американской валюты 103.19. Доллар стабилен, это хорошо. Доллар пользуется по-прежнему поддержкой фундаментальных отчетов, данных и фундаментального фона в целом. Главный буст для роста это пятничные данные по Non-Farm Perls. Не будем сейчас снова уходить на второй круг обсуждения конкретных цифр. Напомню, что статистика оказалась существенно лучше прогнозов и убедила инвесторов в том, что американский регулятор может стать смелее в той политике, которую он проводит. Если также обсудить еще на прошлой неделе, то был сильный отчет по активности в сфере услуг и было, собственно, само заседание американского регулятора, на котором Федрезерв принял решение поднять процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,75%. Но на фоне той риторики, которую мы слышали от главы Федрезерва Джерома Паула, который подтвердил, что несмотря на снижение инфляции, она все еще остается существенно выше целевого ориентира, поэтому Федрезерв и дальше будет обязан с ней бороться известным всем способом сохранения жесткой монетарной политики и повышением процентной ставки. Здесь слово «активным» уберем, потому что понятно, что сейчас темпы роста ставки на 25 базисных пунктов на активные темпы явно не тянут. Но повышение ставки, оно и в Африке повышение, если американский регулятор уже закладывается под то, что ставка снова вырастет не только в марте, но и в мае, я думаю, что мы тоже должны быть к этому готовы. Вероятность повышения ставки в мае на 25 базисных пунктов по инструменту FEDWAT сейчас составляет 75%. Это, можно сказать, фактически уже принято решение. И вчера Паула, кстати, выступая на Вашингтонском экономическом клубе, подтвердил, что политика американского регулятора на текущем этапе не изменится. И рост ставок продолжится. В принципе, повторил то же самое, что было сказано неделю назад на заседании американского регулятора. Фактором роста доллара также можно обозначить рост и усиление геополитической напряженности в отношениях между США и Китаем после инцидента с Аэростатом. В частности, после случившегося Байден решил отменить встречу, которая должна была пройти на самом высоком уровне между США и Китаем, между госсекретарем Блинкеном и представителями Минфина Китая. Эта встреча сейчас уже не состоится, поэтому будем следить дальше за развитием событий. Но в таком фоне, я думаю, что куда больше шансов сейчас у защитного доллара сохранить тот позитивный тренд, который он начал демонстрировать с конца прошлой недели. Цели по индексу американской валюты прежние около 105 пунктов. Ну, если прям сложатся фундаменты дальше таким образом, чтобы тенденция растущая сохранилась, увидим и выше 105 пунктов. Золото 1876. Пока что сделка на снижение сохраняется. Все те же самые факторы доходности трежи из индекса американской валюты. Это попутный ветер сейчас для продавцов, поэтому цели, которые мы с вами обозначили ранее, они все еще актуальны. Смотрим параллельно на индекс рыночных настроений тоже подает сигнал пока что держать короткие позиции. Европейская валюта против доллара 1,0732. Сейчас против евро еще и статистика. Руничные продажи еврозоны снизились на 2,7% против роста два месяца назад на 1,3%. Далее промышленное производство в Германии просело на 3,1%. Евро не смог вырасти на решение Европейского центрального банка и, на мой взгляд, упустил колоссальную возможность, чтобы отстоять свое лидерство. Сейчас уже как бы поздно что-либо делать. Нужно смириться с тем, что доллар никого вперед не пропустит в ближайшие торговые сессии. Поэтому по европейской валюте я всерьез допускаю, что в ближайшие торговые сессии, возможно, до конца этой недели мы увидим уже закрепление пары ниже отметки 1,07. По паре фунта доллара мы сделали цель, друзья, 1,20. Все, поздравляю вас с этим. Негативным фактором для фунта дополнительно выступил отчет по строительному сектору Англии, который просил с 48,8 до 48,4. Конечно же, слабость сектора недвижимости доказывает негативное влияние на эту отрасль экономики, высоких процентных ставок и высокой стоимости заимствования. О рынке недвижимости я говорил. Сейчас мы действительно вместе с всеми статистиками, кто интересуется состоянием данного сектора британской экономики, фиксирует и падение закладок новых домов, и падение сделок с коммерческой недвижимостью. Это тенденция, которая, скорее всего, продолжится. Вкупе со всеми прочими негативными факторами от рецессии до массовых протестов. И если бы вы задали мне вопрос, стоит ли рассчитывать на дальнейшее снижение британской валюты, я бы сказал, что да, скорее всего, фунт просядет еще ниже. Но поскольку цель была ранее сделана на отметке 1.20, я сейчас были на решение сфокусироваться на ряде других инвестидей, о которых вам, собственно, и рассказывал. Доллар канадец 1.33.93. Вчерашнее выступление Маклима не помогло канадскому доллару, но сейчас растет нефть. И у нас в пятницу еще данные по канадскому рынку труда, которые могут все-таки реабилитировать канадца и поспособствовать тому, чтобы пара доллар-канадец пошла к цели 1.32. Ждем. Доллар-иена 131.18. По-прежнему ставка на снижение сохраняется. Вчерашний блок данных по темпам роста заработных плат в Японии поддержал идею того, что, возможно, японскому регулятору стоит активнее задуматься о необходимости ужесточения монетарной политики, потому что зарплаты выросли на 4,8%. Это существенно выше прогноза. Зарплата и их роста – это один из основных бустов повышения инфляции. И может, если вовремя не взять под контроль эти темпы, привести к тому, что экономика окажется в инфляционной ловушке, а вследствие инфляционной спирали. Это то же самое, что было в американской экономике. Мы в последнее время все чаще сравниваем США и Японию с точки зрения того, как обстоят дела с инфляцией. И снова возвращаю вас к идее того, что надеюсь, что Банк Японии увидит эти сходства и заранее примет решение, необходимое для того, чтобы ослабить инфляционное давление. Сейчас этим решением может быть только лишь ужесточением политики. Поэтому прежние цели 125 сохраняются. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!